Знаете, очень понравилось одно высказывание, не знаю, кому принадлежит, не мое, но очень хочу его процитировать. Есть такая избитая фраза, моя хата с краю, так вот, последние события всем нам продемонстрировали, нет. Твоя хата не с краю, твоя хата на очереди. И вы знаете, это печальное, но правда, это суровое, но действительно, сейчас расскажу подробнее, начинаем. Да, как и многие из вас, еще там пару месяцев назад, полтора месяца назад, когда вся эта каша только заваривалась. Я, наверное, придерживался такого же мнения, как и многие из вас. Навальный, в принципе, неплохой парень, но не вижу я его в роли президента, потому что у меня есть там какие-то идеологические разногласия. Но вот эти вот полтора-два месяца они все расставили на свои места и показали, что пора, пора, ребят, взять все эти разногласия, засунуть в одно место, не до разногласий сейчас, потому что происходит что-то гораздо более страшное, которое требует вмешательства мгновенного здесь и сейчас. Нет, больше, как говорит один небезызвестный персонаж времени на раскачку, мы увидели, наконец. Спасибо за это, кстати, Навальному, который выступил в роли подопытного. Сам лично продемонстрировал это всей стране, что в России нет закона. Что в России могут судить просто так, потому что это враг какого-то там ферзя. Навальный нам показал только одну, система прогнила. Да, мы до этого знали, мы без него об этом знали, но мы не думали, что настолько, согласитесь. Вот не думали. У каждого из нас где-то в голове все равно закрадывалась мысль, что ну нет, беспредел, конечно, есть, но вот откровенного беспредела до сегодняшнего дня еще не было. Все равно вот эти вот ребятишки когда-то изображали какую-то видимость, какую-то законность и сегодня нам показали плевать. Если ты мне не нравишься, я сделаю с тобой все, что хочешь. И не важно. Пусть хоть весь мир мне кричит, что я поступаю неправильно, я все равно сделаю со своим врагом все, что хочу. Ну вот эти вот, вот этот судебный процесс по сути развязал руки людям из системы. Потому что система это ведь не только Путин. Система это вот такая огромная-огромная пирамида, в нее встроено огромное количество людей. Назначив условный срок, суд за Москворецкий проявил снисхождение к Алексею Анатольевичу беспрецедентное снисхождение, о котором я уже сегодня говорила. И поймите одно, люди, встроенные в вертикаль, они захотят того же самого. Они тоже захотят пользоваться тем, что мы ошибочно называем законом в своих личных целях. Причем захотят уже пользоваться. Вот вчера буквально мне прислали подписчики из родной Свердловской области вот такую вот новость. Город Азбест, небольшой городок на территории вот моего родного региона. В одном из магазинов произошел инцидент. Туда зашел сотрудник полиции без маски. А как мы знаем, у нас объявлен масочный режим. В общем, даже привлекают к ответственности, если ты его не соблюдаешь. Вот зашел сотрудник полиции без маски, и какая-то женщина из очереди сделала ему замечание. Ну как же так? Вроде сотрудник полиции, почему вы без маски? Началась перепалка. Он ее куда-то утащил, как выяснилось в отделении. Где составил в отношении этой женщины протокол об административном правонарушении. За нарушение порядка в общественном месте, по-моему, если мне память не изменяет. За сопротивление сотруднику полиции. Вот вам, пожалуйста, конкретный пример. Вы в Сибири были, нет? Да. Вы знаете, как там живут? Это ужас. У меня зять летчик, не долетал два года. И сейчас не знаю, в какой дыре сидит. Дочь с высшего образования, с красным дипломом. В три года вообще нет работы. И как выжить людям вообще непонятно. А кто довел страну? А кто довел страну до такого состояния? Ну кто? Пятая колонна. Что у власти? Навальному вашему по самое не хочу надо дать. Это твари-то пятую колонну вообще дальше. Магадан надо отправить. Чтоб не было ручь или ничего. Они же все это делают. Твари. Вот мы часто задаемся вопросом, а что сделал за 20 лет Путин? А вот он. Вот он, продукт того самого режима, при котором мы живем. Вот такие вот овощи. Их огромное количество на самом деле. Послушайте, что человек несет. Послушайте, что она несет. Да, 20 лет я голосую за Владимира Путина и за его команду. Я вижу, что с каждым днем моя жизнь ухудшается и ухудшается. Я вижу, что с каждым днем становится хуже и хуже. Но виноват в этом я понимаю, что Навальный. Вот, если перевести дословно, что она сказала. И это только отчасти ее беда. Да, она глупая. Да, она овощ. Но этим овощем она стала. В том числе и благодаря той внутренней политике, которую проводит режим. А это уже называется геноцидом. Прекратите поддерживать преступника и изменника родины Навального. Бог с нами. К чему я это, друзья? Вот теперь сопоставьте одну с другим. Там ребята воруют. Там ребята беспределят. Там ребята расправляются со своими врагами. А здесь они создали продукт из деградантов, которые... Это классно. Да, мы должны жить в говне. Да, мы должны жить на цепи. Да, это здорово. Здорово жить на цепи. А там небожитель. Он на то и небожитель. 19 февраля 861 года отменили крепостное право в Российской империи. А вот 21 февраля, или там какое вчера было, 20 февраля 2021 года сделали первый шаг к его возвращению. Вот ведь что страшно. Как вот тогда моя подписчица у нас в Телеграме написала, что в общем, да, мне нравится, что Алексей Анатольевич делает, мне нравится его расследование и бла-бла-бла, но вот мне бы хотелось, наверное, какого-то другого лидера оппозиции. Я вот себе по-другому его представляю. Да нет у нас времени. Ребят, скажу вам прямым текстом. Мне в свое время эту фразу сказал один мой друг. И вот сегодня я готов с ним согласиться. К сожалению, другого Навального у нас нет. И вот это суровая правда жизни. Другого Навального нет и не предвидится. Если кто-то думает, что нет, ну появятся какие-то другие лидеры. Возможно, они появятся, но во-первых, они опять же понравятся не всем, даже если Иисус Христос придет и станет лидером оппозиции. Все равно будут те люди, которых Иисус Христос по тем или иным причинам не устраивает. А во-вторых, и вот это самое главное, у нас нет времени. Потому что любого сейчас возьмите, кто он там больше всех импонирует. Например, какой-нибудь Коля Бондаренко. Давайте признаемся себе честно, что этот Коля Бондаренко находится еще только на старте своей политической карьеры. Он не так раскручен, он не так известен. Он не найдет того финансирования, которое нужно для серьезной политической борьбы. У него нет той поддержки, в том числе со стороны иностранных лидеров. Иностранных государств. Потому что давайте себе признаемся, что бы нам ни врали, но политик федерального уровня в такой стране, как Россия, он должен пользоваться хотя бы уважением мирового сообщества. Просто так нельзя взять сантехника из подвала, отмыть его и сделать президентом. Так не бывает. Должно быть огромное количество, целый набор каких-то вещей, которых у Коля Бондаренко пока нет. И когда они будут, неизвестно. Все, что у нас есть сегодня, вот еще раз повторюсь, другого Навального у нас нет. А самое печальное, что не предвидится. Они там это тоже понимают. Они не дадут нам создать другого. Вот сегодня Навального упекли. Кто следующим поднимет голову. С ним точно так же разделаются. Вспомните эту библейскую историю, когда режиму стало известно, что родился спаситель. Какой приказ последовал после? Да уничтожить всех детей, которые появились на свет в эту ночь или в несколько ночей до Тугука. То есть, всех потенциальных, кто мог бы теоретически стать вот таким спасителем, вырезайте к чертовой матери всех. Диблейская легенда, ну что там, и не подсказывает, что в принципе курс будет именно таким. Поэтому не тешьте себя иллюзиями. Поэтому я просто призываю всех своих подписчиков, засуньте все свои вот эти вот эмоции куда поглубже, все свои идеологические разногласия. Еще раз повторюсь, другого Навального у нас нет. И ждать его неоткуда, и он не появится. Спасибо, что вы слушали. Это была реальная журналистика. Увидимся, услышимся очень скоро. Пока-пока.